Вы простой российский гражданин. Вы хотите есть мясо? Ну кто-то его вообще не ест. Ну хорошо, хорошо. Вы хотите хорошо нормально питаться? Вы хотите ездить на нормальной машине? Просто на машине? Хотите. То есть если у вас есть деньги, вы эти деньги потратите, чтобы купить еду. Эти деньги поступят в бизнес, который производит еду. Молочные фабрики, фермеры и так далее. И те на эти деньги начнут крутиться, производить еду. Правильно? Политика России вам денег не давать. Снижать вашу пенсию, снижать вашу зарплату, еще лучше вас уволить за этот год. Политика. Следовательно, вам не дают деньги в руки и вы эти деньги не несете в экономику. Или вы хотите купить машину, а денег вам не дали, вы не купили машину. Не купили машину, в Калуге машинные заводы по производству машин остановились, что мы и наблюдаем, потому что у них перестали покупать машины. То есть понимаете, да? Вам не дают денег, чтобы вы с Иваир проблемой решили, но одновременно запустили экономический мотор. И это делает американцы вместе с Центральным банком. Потому что раньше давали американцы и чуть-чуть Центральный банк и правительство. Теперь американцы не дают, Центральный банк не дает, жестче, чем раньше. И правительство тоже проводит секвестры бюджета и не дает. Так раньше Центральный банк тоже не давал. Ну, американцы давали. Ну а Центральный банк тут вообще ни при чем тогда. Нет, не в этом дело. Он может дать. Нам же давали американцы от американской ФРС, то есть Американского Центрального банка. То есть Американская Центральная банка выполнила функцию Российского Центрального банка по поддержанию вашего жизненного уровня. Понимаете? Отключив эту функцию, а наш не разрешил запустить эту функцию, вы автоматически замораживаете экономику. Но заморозка экономики, это сказывается на всех, но не сильно, а постепенно. Потому что сегодня у вас зарплата 30 тысяч, завтра 27, послезавтра 20, и вы смотрите через год.